Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков и компании Тикмила Самия, Артур и Зятуль. Почти четыре месяца назад, в начале июля, аналитики Морган Стэнли, Американского банка, заняли сравнительно бунтарскую позицию в отношении общей инвестиционной стратегии на конец 2019-2020 года. Тогда, в соответствии с поговоркой, словом «дело крепи», аналитики открыто рекомендовали клиентам снижать вес акций в портфеле, равными порциями покупать гособлигации США и увеличивать вес наличных долларов в портфеле. Позиция Морган Стэнли резко отличалась от умеренно позитивных взглядов инвесторов на фондовый рынок США. И, как показало время, такая позиция оказалась провальной для банка. Тогда Морган Стэнли выделял два ключевых опасения по отношению к фондовому рынку. Это слабый рост выручки доход на акцию в третьем квартале и давление со стороны товарно-материальных запасов, издержек на труд и торговой напряженности. Однако, предвидя больше смягчения со стороны Федеральной резервной системы, банк неверно интерпретировал его эффекты, то есть стимулирование на фондовый рынок во многом из-за превентивного, из-за коррекционного характера стимулирования, а не поздней реакции ФРС на негативные события, как это было, как это происходило ранее. Как результат давления со стороны недовольных клиентов, которые упустили возможность заповедливости в поезд S&P 500, который отправился выше 3000 пунктов, нереализованные риски торговой войны вынудили аналитиков банка капитулировать в конце концов. В обновленном прогнозе, выпущенном в воскресенье, он теперь исключает рецессию в 2020 году. По мнению аналитиков, банка с достаточно высокой проверенной репутацией. Дно глобальной экономики нащупает в начале 2020 года, в первом квартале, и дальше мировую экономику будет ожидать мини-цикл умеренной экспансии. Что немаловажно, локалотивами роста выступят развивающиеся рынки, в то время как рост США, скорее всего, стабилизируется, что разумно выразить в соответствующем недовесе американских акций в портфеле и акценте на акциях развивающихся рынков. А также, сравнивая с прошлым замедлением экономики в середине цифр, в середине цифр экспансии, то есть таким мини-замедлением, фондовые рынки США на данной стадии выглядят переоцененными, кредитные спрессы достаточно узкими, волатильность чрезмерно низкая. Это говорит все о непривлекательности сейчас активов из США на данной стадии. А в то же время, подчеркиваю к аналитике Морган-Стелли, что в глобальном выражении оценки глобальных индексов соответствуют их средним значениям в прошлых, будем говорить, точках перегиба мирового роста экономики, поэтому в данном случае ориентироваться нужно на покупке акций не американских, а где-то в других экономиках. Рассуждая об экспансии с позиции защитных активов, скорее всего, стоит ожидать дальнейший откат золота в среднесрочной перспективе после серии таких прыжков вниз, а учитывая благоприятную ситуацию для классического новогоднего ралли на фоне сезонного потребительского бума, вероятность такого снижения, вероятность снижения золота дальше, оно только растет. Нужно признать, что в текущей оценке золота, если, например, мы переключимся на дневной график, будет видно, что заложено достаточно много страхов вот здесь, заложено страхов, связанных с наступлением скорой рецессии, от них нужно постепенно избавляться, и поэтому можно ожидать, что коррекция все-таки продолжится. Взгляд на золото, который я приводил ранее, то, что, естественно, ралли золота под вопросом, и его снижение, оно будет продолжаться именно за счет растущего аппетита к риску. Концептуально инвестиционная стратегия на 2020 год, по мнению Молгостаня, должна базироваться на корректном выделении именно тех стран, которые получат наибольшую пользу от мини-цикла экспансии, то есть будут расти, по сути, быстрее других. По мнению Молгостанга, блистать в этом смысле будут Южная Корея и Бразилия, где может формироваться даже ситуация, признаки, характерные для раннего цикла полномасштабной экспансии и с прогнозом среднего роста выручки на акцию на 15%. В то же время, касательно США, аналитики в Молгостане более пессимистичны, и они ожидают, что рост выручки на акцию будет иметь нулевой или около нулевой рост в 2020 году. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с нами в понедельник.